добрый день уважаемые коллеги да сегодня такой интересный день мы большинство из нас находится в карантине возможные все и тема вдруг так совпало психолого-педагогические технологии профилактики разрешения психотравматируют травмирующих ситуации в образовательной организации вот сегодняшняя ситуация она на самом деле психологически травмируют причем сейчас уже постепенно вот этот сильная травма с одной стороны у кого-то спадает у кого-то нагнетается и как говорят меньше смотрите телевизор учимся фильтровать информацию но во всяком случае вот информация сегодня будет полезно и вам лично для того чтобы привести себе в балансное состояние и конечно для своих учеников возможно вот в ближайшие дни вы будете онлайн с ними общаться как-то и чтобы вот это нагнетание снять тоже поможет и так я надеюсь хорошо все слышно и видно итак приступим а в приморье карантинах счастья нет ну и хорошо кстати даже если карантин это тоже хорошо сейчас пойдем дальше узнаем почему именно это хорошо давайте рассмотрим для начала что такое травмирующее событие психологическая травма это событие в жизни человека который он сильно переживает и у него нет рецепта как с этим состоянием справиться у него нет адекватной реакции он находится в состоянии неуправления часто самое интересное что травмирующие события будоражат аналогичного типа событий которые были в жизни человека и это заставляют их усилиться причины травм какие могут быть это необычные неожиданные события случайность случилось не умение справиться с ситуацией эмоционально и не умение справиться с ситуацией действия боже мой так тут шум начался мне я надеюсь шумно вам не очень сильно мешает дальние последствия травм это психосоматические болезни и умение строить долгосрочные отношения а не веря в свои силы профессиональная несостоятельность то есть смотрите в чем дело вот случилась травма вот пережил человек казалось бы прошло а дальние последствия это то что происходит через год через пять через десять лет вот событие травмирующая ситуация которая не была излечена и излечена она оставляет дальние последствия это болезни говорят 80 процентов а то и более болезни это психосоматические люди часто не могут строить долгосрочные отношения потому что у них на нарушена сфера доверия из-за чего из-за стрессовой ситуации был стресс ребенок обратился возможно к родителю к учителю не получил адекватной поддержки и у него идет потеря доверия он строить семью она у него муж жена и так далее и у них нет внутреннего доверия он все время ждет подвоха почему потому что в свое время там в два-три годика в 10 12 15 лет не имеет значения он обратился с верой к матери к отцу к учителю к тем кого он верил а те не оказали ему адекватной поддержки не выслушали его и что-то не сделали самое интересное что вот один одно и то же действие для кого-то создает травмирующие глубоко травмирующую ситуацию а для другого это проходит мимо так что вот есть очень индивидуальные такие моменты дальше человек перри может перестать верить свои силы потому что случилась ситуация не справился дальше нарушается коммуникации затаенной агрессии чем плоха затаенной агрессии нам же закрыли запрещают ну что ты обижаешься что ты ругаешься не бей к того-то не ру не говори плохих слов и агрессии которые накапливается накапливается внутри какой-то момент взрывается пружиной как истерическое и есть вот такой я в чате вижу давайте чуть позже посмотрим да и получается что нарушается коммуникация затаенная агрессия какой-то момент начинает убивать самого человека он эту агрессию направляет против самого себя финансовая нищета тоже деструктивные модели людей на уровне днк которые передаются через поколения это что вот возьмем нашу историю почему вот россия такое огромное государство огромное большое государство и при том что у нас имеется великие умы мы живем сравнительно не устроенной ситуации у нас очень большой уровень нищеты чем в других странах скажем европейских почему а потому что многим людям просто страшно заболеть у нас нарушены функции скопления сбережения адекватные траты есть такое понятие денежный потолок как это получается давайте посмотрим нашу историю за последние сто лет лет была революция убивали кого давай дворян богатых купцов тех у кого были деньги то что у них было в момент у них отнималось отнимались и то что они заработали и отнимались жизни то есть быть богатым было опасным вторая волна раскулачивание раскулачивали тех людей которые трудились им немного накапливали у них была хорошая работа и вдруг оказалось что там тоже раскулачивание во сколько раз мы пережили дефолтов вы скажете это не на уровне днк но на уровне днк есть тоже истории маленький ребенок видит как его родственников убивают за того что они богаты и эта ситуация запечатлевается таким образом что в современной жизни внук правнук этого человека не может нормально зарабатывать и остается почему предлагает хорошую работу он туда просто не идет он делает какие-то ошибки из-за чего его увольняют с работы тогда полная лучшей стратегии в жизни нет дорогие мои неполное бездействие а проработка этих психологических травм психологических травм уже у нас полно самое интересное это драконы которые внутри нас и мы их должны побеждать когда я сказал что на некоторых эти проблемы действуют а на некоторых детях это никак не проявляется это связано с тем что у каждого изначально по рождению есть определенная программа которую мы должны преодолеть в нашей жизни своя судьба свои наработки свои таланты мы все совершенно разные и некоторые ситуации пробуждают в них в нас травмы чтобы мы научились с ними справляться другое дело что одинаковыми травмирующими ситуациями люди не справляются поколениями в несколько поколений идем дальше как научиться справлять с травмирующей ситуации вот мы сейчас работаем с детьми вот видите этот росток ребенок который к нам приходит это такой же вот росток который только-только растет он может вырасти в огромное прекрасное сильное дерево а может и не вырасти наша задача в чем создать среду чтобы вот эти ростки дети росли питать тело душу дух и мысли мы же не берем и не тянем этот росток чтобы он рос его поднимался выше нет мы просто питаем среду вокруг него поливаем орошаем его наполняет энергией солнце и вот так же у нас есть физическое тело родители кормят детей в школе они получают какую-то еду но кроме всего это школа дает сполна обогащает мысли но вот душа и дух остаются где-то в стороне и вот когда мы поддерживаем в детях именно душу ихнюю душу наполняем то и необходимыми теми необходимыми ценностями тогда они и развиваются дальше позволяйте набираться естественно естественного опыта недавно я услышала одну фразу она просто потрясающе говорит сейчас детей начали окружать безопасностью детям не нужна безопасность им нужна им нужна опасность дозирована потому что преодолевая опасности они становятся сильными владимир владимирович я вижу то и выпишите школа обогащает мысли сомнением до школа не то что она дает информацию кучу информации насколько информации переваривается и передается уже человек в жизни использует это уже совершенно другой вопрос но то что к на каждом уроке мы в череп наших детей вкладываем огромное количество информации это факт мы позволяем детям набираться опыта и нужно тренировать ум тело и дух а это все происходит именно когда они встречаются со сложностями ведь этот росток он с первого дня своего рождения вот под солнцем приходят ветры и ливни и молнии и они все это переживает претерпевают они остаются в этом как помочь преодолеть последствия то есть мы сказали как подготовить детей чтобы они стали сильными и переживали могли преодолевать когда у ребенка есть определенный запас внутренней энергии есть запас сопротивляемости то он может преодолевать какие-то ситуации не самые политические но некоторые а вдруг это случилось произошло некоторое событие как мы можем помочь и преодолеть препятствия во первых нужно распознать стресс как распознается стресс по поведению ведь не все события происходят перед нашими глазами часто дети дерутся за дверью буллинг и всякие такие вещи проходят за дверью разводы в семье происходит не перед учителем а это стрессовое состояние что делать у ребенка сразу падает успеваемость у него тот кто хорошо занимался активно участвовал во всем вдруг начинает становится вялым вялость сонность отсутствие энергии задумчивость уединенность вот это показатели того что происходит стресс конечно надо бы диагностировать а в чем проблема только поняв в чем проблема мы можем помочь но самое интересное что дети часто даже не обращаются они не думают что им кто-то может помочь наша задача им дать поддержку заслужить доверие помочь осознать и принять ситуации научиться справляться с нею вот казалось бы пять простых пунктов не таких сложных но часто ли мы это делаем и даже можем ли мы это делать потому что вот пункт третий заслужить доверие оказывается краеугольным давайте сейчас посмотрим вот стадии переживания горе у горе есть пять стадий во первых первое это шок что такое горевание для взрослых это смерть близкого потери что-то вот крупные на самом деле горе первые стадии это шок и отрицание нет такого не может быть это не должно быть потом злость а почему это случилось следующая стадия торг торг а давай я сделаю так а может если так может это не будет и идиот вот это желание выторговать что-то потом понимает что все ушло не может быть происходит депрессия 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 может длиться недолго может длиться даже десятилетиями и только когда происходит принятие человека выходит из этого состояния и готов продолжить жизнь но при умеленном хорошем посредничестве вот эти все пять стадий у специалистов иногда проходит за два-три дня можно через три дня прийти на уровень принятия и пережить даже можно за пять минут пережить все это но перепрыгнуть через эти стадии как-то не получается о чем горюют наши дети если для взрослых это скажем развод или смерть дорогого человека то здесь даже предательство друга подруги а что такое предательство я ожидал что этот человек сделает так а он этого не сделал нам взрослым кажется но это ерунда мы же взрослые понимаем что это ерунда для ребенка это катастрофа это предательство прямо конфликты в семье мама с папой поругали он своей голове может построить целую ситуацию все уже развод разделились вон у одноклассников где-то там развод потеря близкого может просто не умер а уехал далеко человек который близок был ему несправедливость несправедливость оно проявляется учителями взрослыми не факт что вы поступили несправедливо важно то как воспринимает это ребенок потеря на уровне ценностей и крах надежд когда человек надеется на что-то он ожидает и бац этого не случается более подробно если посмотрим вот здесь на этой картинке более так оттенками идут стадии горя если там было пять крупных пунктов то вот здесь отдельно боль потери начинается вот человек был в мажорном состоянии было все хорошо и случилось событие у него эмоциональное состояние все падает по шагам шок онемение он не знает что делать шоковое состояние это стопор дальше онемение отрицание и вот по этим ступенькам он входит до состояния вины сам себя начинает винить и входит в одиночество изолируется и постепенно вот эта депрессия даже это чуть выше одиночество потому что можно быть одиноким в окружении людей кругом много людей человек одинок депрессия возвращается тревоги смотрите когда возвращается тревога это уже шаг продвигаться вперед и дальше постепенно появляется надежда и приспособление к ситуации возвращение происходит через помощь другим вот интересный момент помощи другим что делать если ребенок плачет при каждой неудачи смотрите в чем дело причин может быть очень много если ребенок достаточно получает тепла заботы и уверенности в себе от неудач он не плачет с другой стороны если плачет дайте ему поплакать ему нужно выплакаться если мы не даем ему плакать все остается внутри что вы можете сделать скажешь вот когда выплачешь все придешь и мы вместе посмотрим что можно сделать а когда приходит уже начинайте с того что во первых отмечаете его победы то что на этом пути было хорошо и после того смотрим что же было не сделано потому что часто проигрыш происходит из-за какой-то мелочи из такое понятие его внес у нас владимир тарасов в бизнесе его часто твердое и не твердое если вы сделали процесс состоит из 20 пунктов у вас все твердое одно не твердое весь процесс может сломаться ну возьмем к примеру вы печете печенье вы все сделали по рецепту забыли только туда добавить дрожжи или разрыхлитель что получится это такая мелочь если взять муки много яиц сметаны может быть и кефира не знаю чего каких-то других ингредиентов все есть вот чайная ложечка разрыхлителя его там нет и это тесто становится несъедобным иногда причина большого поражения в маленьком действии тогда вы с ребенком уже разъясняйте что смотри у нас ведь это хорошо давай это хорошо это 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 отметили так а с этим ты можешь справиться и вдруг он видит что мы слона разделили на части слона то он всего съел осталось там ноготочек маленький но условно говоря да и вдруг он понимает что вот это хорошо и таким образом нарабатывается опыт побед после того как у него есть уже достаточное количество побед и есть сценарий преодоления проблем тогда он перестает плакать из-за неудачи не надо ругать его сказать да давайте сейчас разберемся а в чем твоя неудача из-за чего это случилось и спокойно спокойным тоном уверенно поддерживая вы это делаете идем дальше главный конфликт который возникает в детях особенно это то что у них черное или белое если мы смотрим этот символ инь-янь который нам очень известно надежда была плохая связь вы смотрите оттуда как где вы сейчас смотрите все равно через день-два вот этот вебинар будет в интернете выставлен на ютубе и эту часть которую вы пропустили все равно увидите дорогие коллеги так что ничего не потеряется главный конфликт в нас это то что мы видим что-то через черный или белый или хорошо очень хорошо или плохо особенно это у мальчиков наблюдается у девочек тоже вот насчет ребенка который при маленьком проигрыше неудачи плачет для него вот как раз и есть это черные и белые а вот знак инь-янь смотрите в черном есть точка белого и в белом есть точка черного они взаимно перетекают и когда мы учим детям категоричности вот это правильно это неправильно это плохо это хорошо вот буквально сегодня вот скажите обманывать хорошо или плохо вот пока вы пишите в чате хорошо ли обманывать можно ли обманывать так вот сегодня у меня племянник дома он решил схитрить и обманул я говорю нельзя обманывать нельзя обманывать мне я понимаю если я сейчас скажу нельзя обманывать и строго это скажу для него это будет в сознании ограничителем и что я говорю вот мне обманывать нельзя родным близким обманывать нельзя есть некоторые случаи Когда можно обманывать? Знаешь, когда? Это когда есть угроза твоей жизни. Вот если бандит, какой-то плохой человек нападает на тебя или, не дай бог, что-то случается, тогда обман – это хитрость, которая может спасти твою жизнь. Если такого нет, такой ситуации, то обманывать нельзя. И вот сразу я оговариваю, почему это нельзя. Не 50 на 50, я бы сказала 90 на 10. 90% нельзя обманывать, 10% проявить в экстренной ситуации хитрость. И вот что мы делаем. Нам надо научить детей между чёрным и белым расставить оттенки. Как это можно сделать? У меня есть вот такая игра «чёрно-белая». Я сейчас объясню, вы можете сами её приготовить. Распечатайте А4, вот так, 5 оттенков чёрного и 5 оттенков белого. Они пронумерённые. Развежьте и раздайте детям. Значит, как можно играть? Мы можем сейчас прямо с вами и сделать его. Например, коронавирус. Хорошо ли это плохо? Ну, первое место, вот очень чёрно-плохо, то, что от него умирают люди. А что хорошего в этом есть? Давайте, например, самое хорошее, что я могу назвать, это то, что над Китаем и спутнику увидели, что воздух стал чище. За последние 40-50 лет такого чистого воздуха над Китаем не было. Воздух очистился и в Италии, и в Европе. То есть кислород появился. А сегодня я читала в интернете, что в каких-то европейских парках появились животные, птицы, которые оттуда исчезли. От того, что перестали ходить туристы толпой, вдруг возвращаются животные в нашу жизнь. Так это получается, что это хорошо, вот так. Ну, второе место по плохости, что может быть? Ну, что запрещает передвижение, да, карантин. Но с другой стороны, вот мы сидим в карантине, что мы делаем? Многие дети дома родителей-то не видят, а наконец-то во время карантина родители дома, и они могут вместе взять и читать сказки, что-то делать совместно. То есть, когда мы ситуацию рассматриваем вот по этим градациям, то получается, что всё не так однозначно. Как можно играть в эту игру? Мы берём эти карточки, можно стопкой поставить или разделить одному человеку оттенки чёрного, другому оттенки белого. И берём какую-то ситуацию, какое-то явление. И каждый называет качество и выбирает, оно хорошее или плохое. В какое место ставят? Первое, второе, третье, четвёртое. Самое интересное, что когда мы доходим до карточки 5, оно у чёрного и у белого одинаковое. То есть, ситуация становится нейтральной. Всё зависит от того, как мы его воспринимаем. И вот видим, что же получается. Да, друзья мои, эту презентацию можно скачать. Вам Татьяна Телегина как раз рассказала, что она находится в папках ресурсы. Вы можете скачать и иметь в себе. Идём дальше. Что же даёт эта игра ещё? Многомерное мышление. То есть, мы не только говорим, что нечто является хорошим или плохим. Вот что такое хорошо, что такое плохо. Но оно более многомерное. Это мышление о явлениях и предметах, абстракциях, возникших на основе их рассмотрения. Многомерный мыслительный акт предполагает одновременность как предметово, так и смыслового мыслительных срезов. То есть, мы не только смотрим предмет, но и его смысл. И они не просто сопряжены, они вместе обуславливают друг друга. Вот, пожалуйста, смотрите, мы видим тени одной и той же фигуры. Так, это своего рода развитие позитивного мышления. С одной стороны, вот позитивное мышление у многих, оно вызывает неприятие, потому что как бы навязано. А здесь мы не просто навязываем и рассматриваем ситуацию со всех сторон. Да, карантин. Мы находимся дома. Мы моем руки. Мы заботимся. Но у нас есть время остановиться и посмотреть по сторонам. Осмыслить, а этого ли мы хотим. Есть ли в нашей жизни то, что нам нужно. Вот, оставаясь в четырех стенах в течение недели со своими родными, мы настроили достаточно то качество общения, чтобы нам было комфортно в четырех стенах, в замкнутом пространстве сосуществовать со своими родными. И вдруг понимаешь, а ведь я этого не додал, а ведь я этого не сделал, а ведь мне это так нравится, а ведь это так хорошо. И идёт полное переосмысление жизни. Вот что бы ни было, я не знаю, это злые силы, не знаю что, но у Вселенной есть положительные энергии, которые всё, абсолютно всё может вывести во благо. И в какой-то момент мы можем этот коронавирус принять как большое, великое благо. И вот всё решает точка зрения, ракурс, откуда мы смотрим. Если мы смотрим, вот спереди у нас квадрат, справа, то у нас получается круг, а сверху вниз треугольник. Это всего лишь одна фигура, а наша жизнь намного интереснее. И он помогает вот рассматривать ситуации, когда с ребёнком, с детьми мы даём неоднозначную, неоднозначный ответ. Это хорошо, это плохо. Посмотрим, а в каких ситуациях это хорошо, а в каких ситуациях это плохо. Для кого хорошо, для чего плохо. И вот получается, что оно очень интересное. Мне недавно порекомендовали посмотреть мультики фирмы, японской фирмы Миядзаки. Они потрясающие чем? Тем, что там нет плохих и хороших. Там каждый герой себя проявляет по-своему. В каких-то ситуациях для кого-то он хороший, для кого-то он плохой. И причём он адекватно меняется, когда этого хочет, когда считает достойным. И вот пока вы сидите дома, действительно, посмотрите японские мультфильмы, фирмы Миядзаки. Там очень интересные фильмы есть. И обсуждайте даже со взрослыми. Вы, будучи взрослыми, можете сидеть и смотреть. Чего не хватает нашим детям вот сегодня? Они смотрят телевизионные мультики про фиксиков, про разные случаи, которые дают очень много интересной информации. Вот спросите про ДНК маленького ребёнка, 5-6-летнего. Он вам так по полочкам расскажет, что даже учитель биологии не может так понятно рассказать и объяснить, как это делается. А вот мультики объясняют, они знают это. Чего не хватает нашим детям? Так это смыслов. Ценностей. Сколько вы в последнее время в фильмах или в мультфильмах слышали слово «достоинство»? Благородство. Вот эти понятия, они постепенно исчезают из жизни. Наша задача их восстановить. Вот может быть карантин тем и хорош, что мы можем сидеть и вместе смотреть именно такие истории. Не короткие, познавательные, а длинные сказки, длинные фильмы. И рассуждать, а в чём ценность. А где то семя, корень всего, который заставил так действовать. И какова же ценность. Вот это и очень сильно помогает нам. Вот недавно как раз я и говорила на другом вебинаре о толерантности. И я этот рисунок опять же взяла со своего предыдущего вебинара, не на этой площадке, что какое у нас, какое различие понятий. Была нетерпимость. Это чёрное, это белое. Этому пришла толерантность. Всё равно, что ты делаешь, где ты стоишь, на чёрном или белом. Ты белый, пушистенький. Мы принимаем тебя любым, абсолютно любым. Это перевес весов в другую крайность. Эти две крайности. Многомерное же мышление позволяет всё поставить прямо на свои места и передвигаться абсолютно свободно с одного места на другое. Быть в движении и понимать, в какой ситуации что хорошо и что плохо. Я тут привела картину Васнецова. Это Змей Горыныч. Богатырь, может быть, Иван Дурак, я не знаю, с какой это сказки, сражается и побеждает трёхголового Змея Горыныча, чтобы спасти девушку. Другая картина Николая Рериха. Змей Горыныча внутри каждого из нас. Чтобы его победить, это наши страйки, подсознательные какие-то программы. Это те непережитые стрессы, которые проявляются в нашей жизни неадекватно. Это психологические, травмирующие ситуации, которые были непережиты. Становятся теми змеями внутри нас, Горынычами, многоголовыми, которые в неожиданный момент выпускают свою голову, свою желу и начинают нас палить. И чтобы его победить, во-первых, нужно его признать, что это в нас есть. В нас есть страх, в нас есть лень, в нас есть неприятие, вот всё, что угодно. Признать, познать. А вот эта градация по оттенкам серого позволяет познать. И только после того, как мы познали, мы можем с ним сразиться. Мы знаем его оружие, знаем сильные и слабые стороны и можем победить. Следующая карта сознания, это карта сознания, которую создавил Дэвид Хокинс, величайший человек. Вот эта карта сознания, это прямо революция. Что же такое? Он особым методом, с помощью мускульного теста определил уровни сознания в цифровом количестве, в качестве. И дальше он назвал эти эмоции. Если мы смотрим на эту таблицу, внизу идёт уменьшение, где написано розовым цветом. Это деструктивные эмоции, чувства, которые мы переживаем. Увеличение синим цветом, это те эмоции, чувства, которые позволяют нам двигаться, развиваться вперёд и чувствовать себя счастливее. Если мы смотрим по столбикам, вначале идёт энергетический уровень, его оценка цифровая, эмоции, при котором мы переживаем, и восприятие жизни, как мы воспринимаем свою жизнь в этих состояниях. Когда человек переживает стрессовое состояние, он находится в горе. Из горя он падает в апатию, чувство вины, позор. И только потом он поднимается постепенно выше. Как мы увидели, вот этот треугольник, синусоид, при котором эмоциональное состояние при потере, при переживании горя падает вниз. Самое интересное, когда вы находитесь в красной зоне, вас всё время тянет вниз, 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 вниз. Нам этому мешают гордыня, гнев, вожделение. Есть другие состояния, положительные, это когда есть смелость. Дэвид Хокинс, автор этого «Карты сознания», я отвечаю, Екатерине Александровне. У него есть книги, очень рекомендую, можете почитать, там много интересного рассказа, объясняется более подробно. Когда же мы находимся в состоянии нейтралитета, а вот эта игра чёрно-белые оттенки серого позволяет нам нейтрально смотреть на ситуацию, то у нас появляется доверие к окружающим и освобождение, освобождение от той внутренней боли, накопившихся моментов, которые нам мешают. Мы освобождаемся и идём выше. После этого идёт следующая ступень – готовность. Готовность с оптимизмом что-то сделать, появляется намерение, а давай-ка я это сделаю, я преодолею, помогу кому-нибудь. После этого приходит принятие, и человек в этом состоянии может простить себя, простить тех людей, которые ему причиняли неудобства или что-то такое. Превосходство, любовь, постепенно мы приходим. Вот из превосходства – это не гордыня, давайте различим. Он чувствует, что жизнь превосходна. Оно превосходит мои ожидания, мои лучшие ожидания. Вот давайте скажем такую вещь. Вы замечали за собой, когда вам плохо, вы вспоминаете, насколько плохо с вами обращались, обижали, и вспоминаются все отрицательные события в жизни, как часто вам не везло. И наоборот, когда вы находитесь в радостном, счастливом состоянии, то у вас появляется другое ощущение, что вы радостны, счастливы, и у вас все великолепно. Так и получается. Для того, чтобы преодолеть какую-то проблему, нам надо поднять свое настроение. С уровня розового мы не можем найти решение ничему. У нас мозг работает очень плохо. На уровне позора, где энергия человека 20, у него не хватает энергии, у него уровень сознания меньше 10%. Он не в состоянии принимать адекватные решения. Когда он переходит в смелость, уже уровень сознания где-то находится около 40%. И в радости, любви, гармонии поднимается до 70%. Самое высокое – это просветление, это написано эмоции, невозможно выразить словами, и идет чистое сознание. Еще его называют уровнем Христа, в этот уровень люди попадают при состоянии глубокой молитвы, расширенное состояние. Сегодня я в дальнейшем расскажу, как мы можем входить в эти состояния, в состояние любви и радости, с которым меняется мир, и вы по-другому смотрите на ситуацию, и вы можете найти решение. Потому что с уровня любви вы начинаете уважать абсолютно все. И для вас жизнь – это откровение. С уровня радости вы видите метафору. Вы абсолютно спокойны, что бы ни случилось. Вот будет коронавирус, не будет коронавирус, будет. Вы найдете свое решение, свою жизнь. Она прекрасна вокруг, в любом случае. Здесь колесо эмоций. Давайте пройдем это дальше. Вот простое упражнение Сидона. Метод Сидоны. Книгу написал Гейл Двозки. Вы тоже можете почитать «А, ситуация такая». Помните, я показывал вам дракона, нужно его познать, принять и потом сразиться. Мы не будем сражаться, мы будем принимать и отпускать. Упражнение Сидона состоит из четырех этапов. Во-первых, мы принимаем ту травматическую ситуацию, которая в нас есть, ту травму, которую мы переживаем, эмоции, мысли, которые к нам приходят, страх. Мы, во-первых, принимаем. Дальше принимаем решение отпустить. Вначале решение у нас отпустить. Готовность отпускаем и проверяем, как это происходит. Простые вопросы. Что я чувствую сейчас? Что я ощущаю, думаю? Вы можете назвать. Например, у меня страх, да, связан с коронавирусом. Или ребёнок пережил какую-то ситуацию. Вы чувствуете напряжение в теле. Это может быть банальная головная боль. Что я чувствую? Головную боль. Готова ли я принять это чувство, телесные ощущения или мысли? Отвечаем «Да». Готова отпустить? «Да». Хочу отпустить? «Да». Когда? Сейчас. И отпускаем. Каким образом? Можно отпускать выдохом. Можно отпускать, представляя, как энергия через ноги идёт в землю. Вовне из нас. И тогда эта энергия выходит. И опять спрашиваем. А сейчас что я чувствую? Уверяю вас, это упражнение на один градус станет ваше ощущение тревожности, конфликтной ситуации меньше. И постепенно, чем больше вы будете нарабатывать опыт, тем лучше станет. И повторяйте по второму циклу, третий, четвёртый, пятый. При хорошей наработке трёх циклов достаточно, чтобы снять любое болезненное телесное ощущение. А если вы будете это упражнение делать 10-15 минут, например, прогуливаетесь или едете в транспорте, вы сидите и прорабатываете какую-то ситуацию. Вот была конфликтная ситуация, 10-15 минут. Приходят ощущения тела или мысли. Во-первых, у вас из подсознания вашего будут выходить очень интересные мысли, которые вы запрятали куда-то далеко в дальний ящик. Это идёт чистка, уборка мозга, головного мозга. Вы начинаете лучше ощущать, чувствовать, понимать. Это просто великолепно. Делайте это упражнение просто в обычной жизни. Потом, когда сделаете, можете научить детям. Некоторые говорят, я дала детям, но они не делают это упражнение. Да, милые, они не делают, если вы просто скажете, что это упражнение, вот сделайте, оно поможет. Но когда ребёнок находится в стрессовой ситуации, вы ему говорите, а что ты сейчас чувствуешь? Он говорит, да мне плохо, мне обидно. Хорошо. А ты принимаешь, что это чувство, вот эта обида есть? Ну да, я же сказал. Хорошо. А давай сейчас мы сделаем упражнение, которое тебе поможет. Вот только всё, что я не скажу, ты скажи, да, ладно, ладно, готов принять, да, готов отпустить, да, хочешь отпустить, ну, конечно, хочу. Когда? Прямо сейчас? Да. Ну, тогда отпускай и выдыхай. И получается вот это упражнение Сидона. Есть следующий гавайский метод Хоопонопена. Его можно сделать письменно, можно тоже про себя делать. Опять же, простейшее упражнение, но одного раза мало. Вы попали в какую-то ситуацию. Что нужно сделать? Во-первых, нужно принять на себя ответственность, что вы ответственны за любую ситуацию, которая в вашей жизни происходит. Потому что, если оно случилось в вашей жизни, значит, это выбор вашей души. Может, вы его не помните, может, вы его не понимаете, но всё-таки вы принимаете на себя ответственность. И тогда вы говорите, прости меня, мне очень жаль, я люблю тебя, я благодарю себя, благодарю тебя. И повторяйте это много раз, 10-15 раз. Можно взять чёткий что-нибудь, как будто у меня браслетик с камешками. Ну, я беру и перебираю камешки, и заодно могу с каждой штучкой просто повторить. Ну, проходите несколько раз, много раз. Кстати, перебирать чётки очень полезно. Во-первых, это массаж. Это позволяет концентрироваться, и вы преодолеваете конфликтные жизненные ситуации. Следующее, чему нам следует обучать наших детей, это базовые правила ассертивной личности. Помните, я сказала, когда человек не высказывает свои эмоции, свои права, у него недовольство накапливается, и потом оно взрывается. Взрывается в драках, во взрослой жизни человек сидел себе тихо, сидел-сидел, а потом... Так, вопрос насчёт хоупонопа, наверное, Ирина Аркадьевна спрашивает, эти слова к человеку? Можно к человеку, можно к ситуации, можно к Богу, можно к самому себе. Абсолютно. Вы берёте ситуацию и говорите вот эти четыре фразы. «Прости меня», «мне очень жаль», «я люблю тебя», «я благодарю тебя». И повторяете. Значит, базовые правила, права личности какое? Во-первых, каждый человек имеет право выражать свои чувства, мнения, убеждения. Но другое дело, что это надо делать красиво, аккуратно и культурно. Говорить «да» или «нет». Каждый из нас имеет право менять своё мнение. Я же не каменная, я же человек. Я постоянно, наша информация обогащается, меняется, и тогда у меня меняется мнение по поводу этих вопросов. Я могу сказать, я не понимаю. Я не дурак, если я не понимаю. Просто мне непонятно. Объясните мне по-другому. Если я не понимаю, это не значит, что я дурак. Некоторые вот думают, если я скажу, что я не понимаю, подумают, что я глупый. Нет, милые мои. Быть самим собой и не подстраиваться под других людей. Вот каждый человек имеет право быть тем, кто он есть, какого он есть. Не брать на себя ответственность за проблемы других людей. Из-за тебя он пошёл туда-то, куда-то. Ну, дорогие мои, зачем из-за тебя он пошёл куда-то, туда-то? Нет, он пошёл, потому что это был его выбор. Не надо на детей навешивать проблемы других людей. Каждый ребёнок имеет право о чём-то просить у другого. А другой может помочь, может отказать. Вот отказать тоже право. Устанавливает свои собственные приоритеты, что ему важно, что второстепенно. Имеет право на то, чтобы его выслушали и серьёзно к нему отнеслись. Делать ошибки, чувствовать себя комфортно, признавая их. Если я признал свою ошибку, это не значит, что я лузер какой-то. Нет. Я признал, значит, я могу их исправить. Как хорошо, что я понял, что вот это неправильно. Это же великолепно. Вот человек признал свою ошибку, не наказывать его надо, а наоборот хвалить. Мы учим этим, что молодец, ты осознал. Теперь что ты можешь сделать, чтобы изменить ситуацию? Всё. Быть нелогичным, принимая решение. Вот нелогичность – очень интересная вещь. Оказывается, в наших сказках кто самый главный герой? Кто побеждает Змея Горыныча? Кто побеждает Кощея, Бабу-Ягу? Иван Дурак. Был ли он дураком? Нет. Он был не таким, как все. Он принимал неэкологичные действия. Оказывается, очень много ситуаций в жизни есть. Чтобы их преодолеть, нужно быть неэкологичным. Поэтому не требуйте всегда логично объяснить. Вот интуиция. Какая логика в интуиции? Ну, я чувствую, что мне не стоит туда идти. Я не иду. Вот чувствую, просто чувствую, не хочу. Сколько жизней было спасено, сколько людей не полетели этим самолётом, не сели в ту машину, не сделали. Почему? Они были нелогичны абсолютно. Но это спасло им жизнь. Каждый человек имеет право сказать, а мне всё равно. Как? Ты не видишь? Вокруг творится такое. Да, мне всё равно. Меня это не касается. Он может так сказать. Быть несчастным или счастливым. Это тоже наше право. Сейчас мы посмотрим уровни сознания. Ещё мы минут 10-15 с вами поговорим, коллеги. Надеюсь, не страшно, что чуть-чуть подольше поговорим. Вот сознание, слово само сознание состоит из двух частей. Знание одно и со. То есть одного знания мало. Это знание с чем-то ещё. Если смотрим на картинку, у нас тут айсберг, это верхняя часть, а какая глыба внизу. Вот травмирующая ситуация, которая не пережита нами, это то, что внизу накапливается. И когда оно начинает перекипать, что происходит? Значит, взрывы, вулканы и прочее. Ну, здесь лёд, айсберг. Мы спотыкаемся о неё. Но если бы это была гора, то это был бы, скорее всего, вот вулкан. У нас есть сознание. То, что мы осознанно делаем. Есть подсознание. Есть нечто бессознательное, которое мы не делаем. Мы не понимаем вот эту интуицию или что-то. Но мы делаем. Есть надсознательное. Это то, которое воздействует на нас, и мы от него никуда не денемся. Надсознание – это может быть нечто космическое, а может быть окружающая наша среда. То, в которой мы живём. Давайте скажем, например, сознание людей сейчас и тысячи лет назад – это совершенно другое окружение. То есть, например, если лет сто назад, сто пятьдесят назад оголить ножки женщине до колен, это было ой-ёй-ёй-ёй-ёй, теперь это норма. Почему? Потому что окружение влияет на нас. Но есть ещё и некоторое другое надсознание. Это, можно сказать, божественное. Что происходит? Вот на этой картинке голова человека и частоты волновые. Волны в физическом мире очень интересно действуют. Они могут взаимодействовать. Вступая во взаимодействие, они могут усиливаться. Они могут нейтрализировать друг друга. Вот здесь, например, две волны прямо противоположные. На самом деле они друг друга обнуляют. Но бывает смещение, когда чуть-чуть смещены в сторону. Тогда они взаимно замедляют. Если же в одну сторону-то они одинаковые движения делают, они складываются, то сила очень сильно усиливается. Учёные рассчитали, что каждая наша клетка вырабатывает определённое количество энергии. Если бы все наши клетки вырабатывали эту энергию синхронно, один человек производил бы энергию, равную нескольким атомным станциям. Вы представляете, у нас миллиарды клеток в теле. И если бы каждый из них хоть чуть-чуть, вот они сольются вместе и будут в одинаковой частоте, эта маленькая, вот такая маленькая частота превратится в вот такую частоту, и она становится огромной силой. Но дело в том, что все наши частоты чаще всего работают в разладе. Они друг другу противостоят и гасят. А что вырабатывает частоту? Это явное знание. То, что мы читаем, то, что мы знаем, вот видим. Это явное знание. Жизненный опыт, то, что мы пережили, забытый опыт. Амнезия, что делает? Она позволяет нам забыть болезненный травмирующий опыт, чтобы он не причинял нам боль. Но информация о том, что вот эта опасная ситуация, она в подсознание закладывается. И оно работает по-другому. И вроде мы хотим что-то это сделать, мы идем, но у нас что-то останавливает. Что останавливает? Возможно, это забытый травмирующий опыт. А второй – это родовая память. Родовая память, у нас же есть гены, у нас окружение, которым мы живем. Это сознание социума, влияние умов. Друзья мои, тут два человека подняли руку. Я не знаю, о чем это. Лучше напишите, пожалуйста, что вы хотели бы сказать. Хорошо? Да, просто напишите в чате, и я отвечу на ваши вопросы. Это влияние социума и влияние 12 умов. В психологии, если мы посмотрим, Грант Макфертридж или другие авторы начали говорить о 12 умах. Ну, перечислю некоторые. Есть ум головы, есть ум духа, ум души, ум сердца, ум горла, ум земли, ум скелета. Вот эти все умы, ум плаценты, даже той плаценты, которую мы не носим его с собой, но мы уже выросли, из него вышли прямо в первые минуты после своего рождения. Но эти умы у нас сохраняются. И они друг друга гасят. Если бы они синхронно работали, были бы в согласии, мы бы достигали до, не знаю каких, мы бы были как боги. Но у нас вот идет взаимное погашение. Что же мы можем сделать? Мы можем расширить сознание. Когда мы расширяем сознание, мы немного, хотя бы немного балансируем эти частоты. И они начинают работать не в дисбалансе, а сонастраиваться. И помните в таблице там было, сейчас, наверное, здесь есть, 20%, значение 20 при позоре, когда все расстроено. И уровень счастья, там уровень энергии 500-600, когда соностроены. Так вот, что нам помогает соностроить? Во-первых, у нас есть определенные частоты, в которых работает наш мозг. Наиболее распространенные, о которых говорят, это бета-волны. Это тоже та волна, в которой мы сейчас с вами находимся. Следующее состояние – это альфа-волны. Когда мы мечтаем, вот представьте, вот медитация его использует, что вы на берегу реки и так далее. Вот мечтаем. У нас частота мозга с 7 спускается на 14. Тета-волны – это очень глубокое расслабление, и сюда проявляется подсознание и вдохновение. Иногда это чувствуют художники, артисты, музыканты. Когда вдохновенно играют, они вдруг отключаются, они перестают слышать посторонние звуки, там вокруг что-то происходит, а они это не чувствуют. Почему? Потому что они находятся в тета-волнах. И дельта-волны – это глубокая медитация, глубокий сон без снабедения. Но в эти состояния можно входить и осознанно. Так что же дают нам эти состояния? Вот здесь я не знаю, видите, не видите. Обратите внимание, синие – это бета-волны, это наше трезвое такое состояние. Альфа – мечтательность, тета – расширенные, дельта. И вот в обычной жизни на первую группу, если посмотреть, тета и дельта у нас почти спят. Их нет. Альфа-состояние – чуть-чуть, так мечтательность работать, и бета на 10 баллов. Когда мы медитируем, вот бета немножко засыпает, спускается, вот критическое мышление наше уходит. И мы начинаем чувствовать что? Мы начинаем чувствовать альфа-состояние. Ирина Васильевна, про волны чьи исследования? Тут очень много различных исследований. Я сейчас авторов не скажу, но это презентация у Константина Доблатова, ВЗИТА. Я позже, знаете что, я в конце оставлю свой электронный адрес и скину... Давайте прямо сейчас я напишу. Вот у вас будут вопросы по книгам и так далее. Я вам позже отвечу на электронную почту, пришлю книги, исследования, по которым вы можете это все сделать. Хорошо? Так, вот это мой электронный адрес. Кому не получается получить слайды или есть какие-то вопросы по книгам, по каким-то вопросам, я вам отвечу. Если вы скачали слайды, то в конце слайда тоже есть мой электронный адрес. Вы можете всегда все вопросы задавать. Состояние исцеления, когда сам человек исцеляется и может исцелить. Смотрите, что получается. У него резко повышается тета-состояние и дельта-состояние. А знаете, как войти в тета-состояние? Если вы хотите, мы прямо сейчас можем сделать. Может, сразу с одного раза не получится, но попытаться. Если вы представляете, что сейчас вы расширяетесь, ваше сознание охватывает вашу комнату. Вы выходите за пределы этой комнаты, дом, ваш город, расширяете сознанием, охватите сознанием страну. Если вы смогли охватить своим сознанием 100 километров и больше вашу страну, то вы уже находитесь в состоянии тета. А теперь можем еще расширяться до размеров нашей планеты. Теперь уходим дальше. Мы расширились до Вселенной. Уходим в галактику. И издали наблюдаем на маленькую точку. Это планета, наша планета Земля. Вот здесь вы находитесь в состоянии дельта. Если вы почувствовали это, то у вас включилось дельта-состояние. Причем, пребывая в этом состоянии, вы можете излечить свои многие болезни. Просто побывав в этом состоянии и пожелав себе здоровья. И убирая все те заряды, которые вам мешают. Вот. Теперь можем вернуться постепенно в нашу комнату. Возвращаемся пошагово. И входим в наше естественное состояние. И тогда мы смотрим на четвертый график. Тут активный интеллект. Активный интеллект, когда вы активно работаете. Есть состояние 500+. Когда мы еще и расширяем любовь, ощущение любви. И у нас работает активно альфа-состояние. Вот, пожалуйста, эти графики позволяют. Как можно помочь детям преодолеть стрессовое состояние? А вот прямо в таких состояниях выводить на дельта-состояние и дать увидеть красоту мира. И сказать простую установку. Вы здоровы и мир прекрасен. Посмотрите на планету, какая она красивая. В этом состоянии они увидят красоту. Посмотрите на свое тело, какое оно совершено. И постепенно найдите в нем совершенство. Потому что если включится критический ум, вот это синий столбик, он будет говорить, нет, я не совершенен. Найдите в своем теле совершенство, здоровые точки. И вот это поможет входить. Даже пребывание 5 минут, хотя бы 5 минут в расширенном состоянии уже действует очень вдохновляюще. Оно помогает вам. И скажем, что когда мы находимся в высокотоновых состояниях, что у нас еще происходит? У нас происходит гениальное открытие. Это гениальное произведение исцеления, квантовый скачок, о котором говорят. Но еще травмы можно снимать таким простым способом, как десенсибилизация и переработка передвижением глаз. Кажется, это какая-то сложная вещь, но просто вы вспоминаете травмирующие ситуации прямо. Сейчас можете вспомнить какую-то. Берете палец на расстоянии 30 сантиметров от лица и вот так следите за пальцем. Передвигаете его так и глазами следите. Сделаете это 10-20 раз. И вдруг смотрите, что травматическое восприятие, оно исчезло. То есть, а если вы еще и немножко расширяетесь, позволяете себе успокоиться перед этим, делаете дыхательные упражнения, то вообще великолепно. Простое дыхательное упражнение – это вайвейшн. Что мы делаем? Мы расслабляемся. Главное, чтобы вы сидели ровно, спина прямая. Связное дыхание. Вдох и выдох равные. Перед ними нет промежутков. Вы доверяетесь миру, что все хорошо. Тотальное внимание к своему телу, к своим ощущениям. И интеграция в радости. Вот 3-4 минуты такой дыхательной практики снимает все напряжение. Вот так эти упражнения, как я с вами сделала онлайн, вы можете также онлайн сделать со своими учениками. Порекомендовать родителям или вместе всем классом, даже когда уже на занятиях случилось что-то, какая-то неприятная ситуация. Вы из него выходите таким образом. Об ассертивном поведении мы говорили. И что, дорогие друзья, на этом я заканчиваю видео. Вижу уже, вы торопитесь. Пусть в ваших настроениях всегда будет радостным, гармоничным. Потому что хорошее настроение – это залог здоровья. Многим людям абсолютно не прилепляются вирусы, инфекции, бактерии только благодаря тому, что они счастливы. У них хорошее настроение. И те же самые бактерии, вирусы, которые постоянно прибывают в нас, могут оживиться, как только нам становится плохо. А почему это происходит, это уже другая ситуация. А пока вы дома, сидите на карантине, читайте сказки и побеждайте своих внутренних драконов. Ну что ж, товарищи мои, скачивайте. Я вижу ваши благодарности. Это очень приятно. Слайды. И если возникнут какие-то вопросы, то, пожалуйста, пишите мне на электронную почту. Когда будет мой следующий вебинар, пока что не знаю. Возможно, сегодня вечером я буду на ютубе, на моем канале рассказывать о моих авторских играх. Может быть, пишите на электронную почту, я вам скину информацию, когда будут мои личные вебинары. Не на этой площадке, а отдельно. Ну что ж, дорогие друзья, благодарю вас. Было очень интересно с вами. Надеюсь, уже получаете сертификаты. Татьяна Телегина вам скидывала ссылки. Скачали. Ну все, на этом я заканчиваю. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok